Всем привет! Меня зовут Алиса, я дизайнер одежды и художник. Сегодня я хочу поговорить с вами про создание бренда одежды. Видео будет такое немножечко болтательное, мы с вами обсудим, что же лучше и кому больше подходит. Шить партиями или же шить на заказ, шить единицы, продавать в инстаграм или продавать на маркетплейсах. Я поделюсь с вами собственным опытом, ну и надеюсь, что вы сможете сделать полезные для себя выводы. Поехали! Как некоторые из вас знают, я начала продавать одежду в инстаграм три года назад. У меня не было никакого стартового капитала, буквально там 5000 рублей, на которые я сшила первые два платья. И именно потому, что в тот момент у меня был выбор, либо так, либо никак, я начала шить на заказ. То есть я сшила первые два платья, сфотографировала их для инстаграм. И потом, когда появлялись клиенты, они вносили 50% предоплату. Конечно, первые клиенты это были какие-то мои знакомые. Вот, они вносили 50% предоплату. Я на эти деньги первое время покупала ткань, даже печатала там принт иногда, чуть ли не единичный, и шила платье. Первые мои платья трапеции были с моими рисунками из путешествий. То есть это основная ткань была и был принт. И таким образом я почти не вкладывала свои деньги, потому что, когда клиент платил остальную часть, я на эти деньги могла купить что-то для следующих платьев, или сшить какое-то платье, которое я также фотографировала для инстаграм. Но для удобства, для ускорения процесса, я постепенно пришла к такой схеме, когда у меня в наличии были определенные цвета тканей и некоторое количество принтов. Вначале у меня там было 2-3 принта, а потом я рисовала еще, и там около 10, наверное, в конце концов у меня было на выбор. И все это как бы купленная ткань. Напечатанные принты, они лежали в ателье и ждали своего заказа. То есть клиент выбирал разные цвета, разные принты, также он вносил предоплату и потом остальную часть. До сих пор мы шьем еще таким же образом купальники и платья трапеции, но платья трапеции буквально вот я сейчас дошиваю, последние там у меня в наличии 6-7 принтов, и дальше я хочу от них отказаться, ну потому что уже мне как-то это надоело, это стало не так актуально. Вот получается, что 3 года я продавала в инстаграм без особых вложений. В этот момент, как-то у меня был опыт, когда я захотела создать купальники, также со своими принтами, я не смогла найти швею и конструкторов, которые бы сделали для меня это вот так на заказ штучно. Я нашла только женщину, которая готова была мне сделать, Буся поддакивает, готова была мне сделать небольшую партию. На самом деле, как потом я поняла, что это такая бойкая женщина, типичный представитель людей, которые работают на производстве. У нее было раньше свое производство купальников, но потом она его закрыла, потому что это стало нерентабельно, и она перевезла все оборудование домой. У нее вот две комнаты были полностью под раскройку, и под пошив у нее было действительно профессиональное оборудование. Она делала действительно хорошие лекалы вручную. Только я знаю, она делала для бренда патчи, вы, возможно, видели в инстаграм, купальники очень популярные, классные купальники. Ну вот. Но, как я потом поняла, она немножко обула меня в качестве стоимости, то есть вопросов к качеству нет. Качество было потрясное, но она шила партии и брала с меня за единицу, по-моему, около полутора или полутора тысяч рублей, кажется, если я не ошибаюсь. Вот. Сейчас, например, моя швея шьет штучные на заказ по тысяче рублей за купальник, а та партию шила как бы за полторы. Это было супер дорого, но тогда это мой был первый опыт, я про это не знала. Вот. Я сшила слитные купальники, раздельные купальники в каком-то небольшом количестве, разные цвета, разные принты. Продавала их в инстаграм. И на тот момент для меня это был просто ужасный стресс, потому что какие-то размеры разошлись довольно быстро, какие-то размеры не покупали вообще. Были какие-то косяки, она сшила не то количество нужного мне размера, с этим мне было очень сложно разобраться. Ну, и я понимала, что эти деньги вложены, и их не так-то быстро вернуть. И, в общем, тогда для меня был стресс, и я прям не хотела больше работать с партиями. То есть мне было комфортно шить на заказ штучно и продавать это в инстаграм, соответственно, потому что шить на заказ штучно продавать. Я пробовала продавать на Этси, на ярмарке мастеров, но там прям совсем чуть-чуть было заказов, все равно в основном какие-то заказы были через инстаграм. Это года полтора назад у меня друг, у него свое производство обуви, и он говорил, ты не хочешь ли ты зайти на Вайлдбресс? Я все время отнекивалась. То есть настолько, что у меня в голове не было даже мысли о том, что я когда-нибудь это захочу. То есть у меня был какой-то внутренний, может быть, страх, может быть, какой-то блок. Настолько, что мне это было неинтересно, я даже не пыталась посчитать. Никакие шаги мне не хотелось сделать в эту сторону, абсолютно. Я продолжала продавать в инстаграм. Конечно, когда ты продаешь в инстаграм, ты много общаешься с покупателем. Это и хорошо, и плохо. То есть это хорошо, потому что ты собираешь обратную связь, ты понимаешь, что людям нравится, что нет. Я всегда шла навстречу, и, например, если у меня не было ткани такого цвета, как хотел покупатель, я всегда готова была прям поехать в магазин, в режиме онлайн скинуть ему, какие ткани сейчас есть, сшить какое-то особенное платье. Хотя с этим, как я потом поняла, тоже свои сложности возникают, потому что пару раз было такое, что я купила ткань, она оказалась не очень хорошей. То есть те ткани, которые я покупала, я же их тестировала, я шила платье себе, я видела, как оно будет смотреться. А ткани, которые ты покупаешь штучно, ты не можешь быть уверен, что они не полиняют, что они не сядут, что они будут держать хорошо форму и так далее. Вот в этом есть такой тоже косяк штучного производства. И если вы шьете большую партию, то старайтесь обязательно тестировать эту ткань, ну хотя бы вот визуально ее смотреть, мять, постирать кусочек, погладить. Это очень важно, чтобы не закосячить большое количество единиц. Но где-то год назад я как-то устала от этой концепции принтов, потому что развития у меня особо никакого не было. Я не понимала, как развивать Инстаграм, в какую сторону я хочу идти. Мало того, я когда начинала, вот только-только у меня появилась идея, я думала, что люди очень хотят эксклюзив. Это было такое давление, что ли, со стороны всяких вот Инстаграм-экспертов о том, что вокруг так много всего, если вы хотите создать что-то, то создайте что-то особенное. У меня даже была идея принты рисовать только на заказ. Если человек съездил в путешествие, я бы по его фотографии нарисовала принт. Но я очень быстро поняла, что людям это неинтересно, что люди любят, вот, пожалуйста, мне так, как у вас на фотографии. Извиняюсь, собака гавкает. Вредина. Люди хотят более простых решений. И через пару лет я поняла, что, возможно, вообще решение с принтами, какое бы оно ни было интересное. Да, у меня были свои клиенты, но его очень тяжело масштабировать. То есть люди не настолько любят что-то хендмейт, что-то особенное. И я стала думать над изменением концепции. Параллельно я стала больше вести Инстаграм как блог, потому что я всегда об этом мечтала, но почему-то как-то этого боялась, что ли, у меня был Инстаграм бренда. То есть Алисон Дрес, который сейчас, в который вы мне пишете, как раз-таки многие, это был именно Инстаграм бренда. Только год назад я перевела его в блог и начала его развивать как блог. Мне это невероятно понравилось. Это было очень круто. На фоне, конечно, окончательно просели продажи моих вещей, сшитых на заказ, потому что, чтобы у вас покупали, вам нужно прям регулярно посетить, чуть ли не каждый день, говорить, вот такая ткань есть, вот такой принт есть, вот это есть. А мне на какой-то момент этого не хотелось. Я думала долго над концепцией, что бы я хотела делать, что бы я хотела изменить, и в какой-то момент так сложилось, что одна знакомая начала продаваться на Вайлдберрис, там сказали про Вайлдберрис, и я просто в один день сказала, что все, я хочу на Вайлдберрис. Вот мне прям захотелось в один миг. И здесь уже мне пришлось, конечно, найти вложение. Я попросила у мужа 100 тысяч рублей, как бы инвестиция такая, и сшила первую партию купальников на Вайлдберрис. Буквально это заняло там меньше двух месяцев, с момента, когда я решила, вау, хочу, до момента, когда они появились на сайте. Конечно, у меня были опасения, что это будет сложно продавать, что, возможно, их никто не купит, но первое время продажи были очень низкие, дальше продажи стали, ну, невысокими, да, но сейчас там продажи на 25 тысяч в месяц, в несезонном, при закрытых границах. Я считаю, что здесь есть потенциал, мне это интересно. И вот что очень важное я поняла, что в сравнении, особенно, когда недавно мне кто-то написал с просьбой сшить что-то на заказ, я поняла, что мне, вот лично мне, намного комфортнее продавать на Вайлдберрис. Почему? Потому что я вот решила сделать первую партию. Я разобралась там, как зарегистрироваться, как попасть на Вайлдберрис, как продавать. Да, первую партию я сшила, хотя, кстати, я вообще не волновалась по сравнению с той партией купальников, которая была моим первым опытом. В этот раз у меня все просто прошло как-то так легко. Ну, я считаю, что я была просто готова. Нельзя отрицать, сейчас дальше расскажу, ладно, закончу мысль просто, по поводу Вайлдберрис. То, что я поняла, что мне намного комфортнее месяц вот заморочиться с партией, да, и потом оно само продается. Мне не нужно общаться с покупателем, мне не нужно ходить на почту, мне не нужно все это отправлять. и это очень сильно упрощает жизнь лично для меня. Но я знаю, что для многих, ну, многим нравится общаться с покупателями, быть к ним ближе, и это здорово. Но, во-первых, никто не запрещает продавать и там, и там. Но вот я вдруг увидела, что для меня оказывается комфортно вот такой формат, и мне дальше теперь хочется, соответственно, развиваться в этом направлении. Но в начале, когда я создала бренд, я не была к этому готова. Меня, я знаю, смотрит довольно много мужчин, и вот вы, наверное, заметите, что у мужчин и у женщин все-таки абсолютно разный подход к бизнесу. Даже по тем вопросам, которые мне приходят в директ, если девушки часто у меня спрашивают, вот я хочу свой бренд, вот как-то с чего мне начать, какую концепцию мне выбрать, да, то есть мы такие более творческие, то мужчины мне очень часто и отдельное мое уважение за это пишут такие конкретные вопросы, на которые я могу прям вот ответить также супер конкретно. Например, где распечатать штрих-код? Где вы купили бумагу для штрих-кодов? Сколько стоит сшить одну единицу купальника для вас? То есть прям вот мужчины в этом плане более целевые, и мужчина, насколько я знаю, вот даже мой друг, который делает обувь, он очень, он с самого начала брал инвестиции, он брал кредиты, то есть он прям топил вот на масштабирование, на расширение, он понимал, что его денег на это не хватит, и он абсолютно целенаправленно спокойно это делает. Для меня это выглядело просто чем-то нереальным, кошмарным, страшным и ужасным, я к этому вообще не была готова прийти, но через три года сейчас, я, например, понимаю, что если бы мне на хороших условиях предложили инвестиции, то я точно знаю, куда бы я их направила, я бы, возможно, примерно смогла прикинуть, через сколько я их верну, и да, я бы, наверное, согласилась. Но еще год-два-три назад я бы не смогла этого, ну, для меня это было морально некомфортно. И здесь я вот хочу, ну, сказать, что вам нужно делать так, как вам комфортно. Конечно, да, развитие, как вы знаете, это выход из зоны комфорта, но по своему опыту я могу сказать, что три года назад, если бы мне дали 100 тысяч рублей, и сказали, там, развивай на них свой инстаграм, я бы не смогла, там, несколько десятков тысяч подписчиков найти, заработать, да, я бы не знала, как. Если бы мне дали, там, 500 тысяч, сказали, открой свой цех, я не уверена, что я бы сделала это успешно. Но сейчас, сейчас я уверена, что, ну, я бы могла это уже сделать, я буду стремиться, как бы, к этому, да. Пока сейчас у меня единственная моя возможность, это то, что вот те вложенные 100 тысяч в Вайлдберрис, я дальше не вынимаю, а просто продолжаю, там, вращать, страчу, там, на сертификацию, на налоги, конечно. К весне я хочу запустить платье, какую-то новую модель, может быть, новые какие-то купальники. То есть я буду постепенно, вот, из этих денег стараться раскручивать, увеличивать капитал. Но также говорю, да, что если бы у меня были какие-то конкретные возможности, или если бы, вот, у меня была работа с постоянным заработком, с которой я могла бы вкладывать деньги в бизнес, сейчас я бы это делала, потому что я знаю точно, куда их направить. Ну, то есть, еще раз скажу, я считаю, что вы должны делать так, как вам комфортно. Пожалуйста, напишите мне здесь, в комментариях, на YouTube, согласны вы с этим подходом, или не согласны, или вы считаете, что нужно топить, выходить из зоны комфорта, и прям по максимуму, как сказать, выталкивать себя. Очень интересно послушать ваше мнение на этот счет. Особенно и мужское, и обязательно женское, да. Интересно, правда ли взгляды разделятся, или все-таки я не совсем права в этом вопросе. Про денежную сторону вопроса еще могу сказать, конечно, чем больше вы шьете, тем это будет дешевле. Шить партиями дешевле, закупать ткани рулонами дешевле, но, опять же, то есть, здесь ваш выбор, и какие у вас сейчас возможности есть, вы можете и с пятью тысячами начать, и с пяти... с пятистами тысячами, тоже можете начать, и то, и другое может быть успешно, и здесь вы должны, скорее всего, попробовать все по чуть-чуть, продавать и на маркетплейсах, и в инстаграм. Вы должны попробовать разные концепции. Я вообще немножко не сторонник того, что нужно вот, ну, как тоже мужской такой подход, есть очень много видео на ютуб, о том, как посмотреть всех ваших конкурентов, сколько они продают, и выбрать, какую одежду вы хотите шить. Не могу сказать, что я сторонник такого подхода, потому что я считаю, что, во-первых, есть чуйка, есть интуиция, можно спрогнозировать, да, что будет продаваться через какое-то время, это не значит, что оно хорошо продается сейчас, но и вам должно быть комфортно, интересно создавать то, что вы создаете. И я продолжу повторять, что я не сторонник того, чтобы создавать бизнес ради бизнеса, ради просто тупо выгоды. Это быстро вам надоест, это будет бизнес-однодневка. Так как я хочу создавать на будущее, я хочу придерживаться определенной концепции. Да, я начала продавать купальники осенью, и я, ну, честно, я об этом вообще не жалею, это такой мой путь, мой выбор. Надеюсь, что моя болтовня была вам полезна, что мой опыт вам пригодился. Как обычно, жду ваши вопросы, и напоминаю, что теперь есть такая опция, как личная консультация, вы можете написать мне в директ, можете сразу написать, какие у вас есть вопросы, и я вам скажу, могу ли я быть полезна по этим вопросам, или не могу. Если я буду полезна, то мы с вами созвонимся на час, удобным для вас способом, и я подробно-подробно отвечу на все ваши вопросы, касаемо бренда одежды, пошива одежды, какие-то базовые вопросы по Wildberries, но не технические. Ну, в общем, пишите мне ваши вопросы, я всегда готова честно сказать, буду я полезна или не буду, и в зависимости от этого мы с вами можем назначить консультацию пока по минимальной цене, но не обещаю, что эта минимальная цена сохранится надолго. Очень рада была с вами поболтать, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, ставьте лайки под этим видео, жду ваши комментарии, ну и увидимся в следующих видео. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok